До российских школ добралась цензура. В Министерстве образования решили заметно сократить список учебников, которые рекомендованы для преподавания в школах. Причем, к удивлению учителей, в список запрещенных попали те пособия, которые давно зарекомендовали себя как образцовые. Школьные учителя еще гадают, в чем причина, а в российских вузах уже открыто об этом говорят. Александра Агиенко выясняла, что общего между задачей по математике и историей увольнения профессором ГИМО Андрея Зубова. Эти учебники по математике – запрещенная литература. Постарались чиновники Министерства образования России. Они вдруг решили значительно сократить перечень учебных пособий, рекомендованных для преподавания в школах. По сравнению с прошлым годом – в два с половиной раза. Педагоги ожидали, что из списка исключат явно неудачные пособия. Однако все вышло совсем наоборот. Под запрет попали издания, давно себя зарекомендовавшие, но в 2014 году не прошедшие экспертизу. В том числе учебник по математике для начальной школы Людмилы Петерсон. По словам издателя, забраковали их по причинам, не поддающимся логическим объяснениям. Те основания, на которых были, конечно, учебники забракованы, они абсурдны до смеха, если бы не было так грустно. Ну, уже фраза, над которой смеется вся страна, что содержание учебника не способствует патриотизму, поскольку в нем присутствуют герои Джанни Радари, Астрид Лингрен и других. Их и три поросенка вряд ли призваны воспитывать чувство гордости за свою страну и свой народ. Какая связь между математикой и воспитанием чувства патриотизма, педагогам непонятно. Десятки тысяч людей уже подписались под петиции в защиту учебников Петерсон. И требуют пересмотреть результаты экспертизы. Однако в Минобранауке лишь выразили сомнения в подлинности этих подписей. Издательству даже пришлось предоставить министерству пачку петиций с именами реальных людей. Правда, будет ли от этого польза вопрос, на повторную экспертизу учебники не берут. В издательстве считают, что это спланированная атака, которая затеяна умышленно, чтобы создать условия для недобросовестной конкуренции. Однако есть и другое мнение. На этой неделе получила продолжение история с профессором МГИМО Андреем Зубовым, которого уволили из вуза за то, что он критично высказывался в адрес действий российской власти и сравнил события в Крыму с присоединением Австрии в марте 1938 года к фашистской Германии. В обществе развернулась дискуссия. Известный российский институт, который готовит дипломатов, обвинили в ущемлении свободы слова и цензуре. МГИМО, бывший уже теперь работодатель Зубова, ответил на обвинение. Там посчитали увольнение справедливым. Если ученый имеет иную, отличную от государственной точки зрения, он не должен работать в МГИМО. В президентском совете по правам человека обещают историю с увольнением профессора детально изучить. У нас, я напомню, есть свобода мысли и слова, но есть еще свобода преподавания. 44-я статья, мало кто об этом вспоминает. Есть еще у нас закон об образовании, согласно которому педагогические работники пользуются академическими правами и свободами, правом свободного выражения своего мнения, свободой от вмешательства в их профессиональную деятельность. Это не шутки, это очень серьезные права, которые записаны, как я уже сказал, в Конституции, в законе образования, для того, чтобы сохранять интеллектуальную независимость профессорского преподавательского состава. В праве ли профессора критиковать государство? Не только в праве, а обязанное. Правозащитник Шаблинский сам преподает в ВУЗе и с горечью подмечает, что он уже готов к тому, что увольнения в высшей школе могут продолжиться. По его мнению, дело не только в профессоре Зубове и его вольнодумии, но и в наметившейся тенденции. И эта тенденция нехорошая. Подвергать цензуре и преподавание. По мнению Шаблинского, российская власть сейчас всерьез решила заняться воспитанием школьников и студентов, которые, как выясняется, не смотрят российские телеканалы, а получают разностороннюю информацию из интернета. Депутат от партии «Справедливая Россия» Олег Михеев предлагает штрафовать за умоление авторитета России. По замыслу народного избранника наказывать нужно тех, кто распространяет недостоверную информацию об образе русского воина и внедряет идеи, противоположные патриотизму. В качестве примера он приводит компьютерные игры, в которых по сюжету нужно воевать с русскими воинами. Штрафы предполагаются немаленькие, до полумиллиона рублей, это около 14 тысяч долларов. Субтитры создавал DimaTorzok